22 апреля министр обороны Латвии посетил Латгалью. Артис Пабрикс, находясь на военном полигоне Меже Маскевича, провел рабочее совещание с командующим составом 36-го батальона национальных вооруженных сил Латвии и 34-го артиллерийского батальона Зема Сардзе. В рабочей повестке дня были заявлены вопросы подготовки и готовности личного состава военных подразделений, которые базируются на территории Латгальского региона. В ходе совещания был поднят вопрос и о развитии базы национальных вооруженных сил в Лузнаве. Несколько лет назад сначала мы думали, что там будет только рота профессионалов, но, как мы видим, в Латгале выросла возможность, у нас там уже батальон. И, конечно, мне очень важно понять тоже, какие нужды у батальона, какие нужды у бригады насчет казарм, насчет техник и так далее. Я эту информацию и получил. Прогресс увидел, прогресс есть. В настоящее время одним из главных направлений в работе Министерства обороны является модернизация военных баз национальных вооруженных сил Латвии. Лузнава – одна из них. Сегодня там и на прилегающей к ней территории появляются новые объекты. Проходят работы по улучшению дорожной инфраструктуры, а вместе с этим значительно улучшаются и экономические показатели этого края. За последние два года уже без, скажем так, нашего внутреннего развития в вооруженных силах в Латгале мы тоже внешне давали больше, чем 300 рабочих мест. И мы будем тоже над этим работать, потому что нам много нужд, экономические нужды, вопросы насчет продавли, магазинов и так далее. То есть я могу сказать только с уверием и гарантией, что если вы видите, что где-то, скажем так, улучшается тоже экономическая ситуация. Это то, что для Латгала и нужно. В ближайшие два-три года вложение миллионных инвестиций планируется и в модернизацию полигона Межа Мацкевича, который является основной базой для военной подготовки личного состава подразделений национальных вооруженных сил, расположенных в Латгале, а также местом проведения международных учений НАТО. В каждом латвийском регионе и в Курзе, и в Идзе, и в Латгале мы развиваем свои местные полигоны. Этот полигон намного меньше, чем он был в советское время, но в отличие от советского времени то, что мы здесь хотим максимально улучшить все те стандарты и проживания, и работы, и учебы на самом высоком уровне. Мы здесь хотим развивать административные дома, тоже казармы, переночевать, и также место, чтобы была возможность встретить доктора, если есть такая нужда, чтобы покормить могли своих солдат, и, конечно, возможность для транспорта. То есть здесь не происходит какое-то увеличение полигона, но мы сделаем все, чтобы жизнь здесь или учеба здесь была бы на самом высшем уровне. Одно из последних международных учений в Латвии прошло с 18 по 20 апреля. Оно не осталось незамеченным и вызвало много вопросов в обществе. Главный из них – насколько правильно проводить военные международные учения в то время, когда в Латвии объявлена чрезвычайно эпидемиологическая ситуация. Армия должна быть боеспособна тоже во время вируса. Если мы хотим, чтобы армия была боеспособна во время вируса, они должны тоже тренироваться и, конечно, тренироваться вместе со своими коллегами. И это мы делаем, учитывая все, скажем так, риски. И это не риски только заболевания, но у нас есть свои процедуры, и мы всегда строго были за этими процедурами, так что я думаю, что здесь бояться нечего. Артис Пабрикс также подчеркнул, что в ходе подготовки и проведения учений были учтены все риски и предприняты необходимые меры предосторожности. За прошедшие сутки в Латвии было проведено 1705 лабораторных тестов на коронавирус. У 17 латвийцев он подтвердился. Таким образом, на данный момент в стране зафиксировано 778 случаев заражения COVID-19. С начала эпидемии в Латвии с подозрением на коронавирус проверено 40 041 человек. На данный момент от коронавируса в стране скончались 11 человек. На сегодняшний день госпитализировано 40 пациентов. Из больниц выписано 73. Выздоровели – 133. COVID-19 константирован в 67 самоуправлениях, и на 100 тысяч жителей страны приходится 39 человек с диагнозом коронавирус COVID-19. В Дагополсе заражение коронавирусом официально подтверждено у 11 человек. Но на данный момент в Дагополск региональной больнице с подтвержденным диагнозом COVID-19 пациентов нет. Напоминаем, чрезвычайное положение в Латвии продлено до 12 мая. 22 апреля спецрейсами из Осла, Амстердама и Франкфурта в Латвию вернулись 361 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Янис Бекерис. В настоящее время МИД работает с индивидуальными случаями, когда необходимо помочь людям вернуться в Латвию из стран, выехать из которых сложно. Это, например, Индонезия, Марокко и Филиппины. По данным Министерства иностранных дел, за рубежом сейчас находится около 2400 латвийцев, которые связались с МИД через различные каналы и сообщили о своем желании вернуться в Латвию. Спецрейсы по запросу МИД выполняет национальная компания AirBaltic. В Латвии начат сбор подписей за отмену централизованных экзаменов в 9-х и 12-х классах в этом году. Данная инициатива опубликована на портале manasbals.lv. Ее автор вместо экзаменов предлагает провести проверку знаний в высших учебных заведениях. Следует отметить, что по данным предложениям уже подписались 3000 человек. Для передачи данного вопроса на рассмотрение всей необходимо собрать 10 тысяч подписей. Во время действия чрезвычайной эпидемиологической ситуации в стране пассажиропоток в общественном транспорте Даугуплса в целом сократился на 64%. Количество пассажиров в городских автобусах уменьшилось на 46,5%, в трамваях почти на 64%. Напомним, 21 марта Даугуплская городская дума приняла решение о временном прекращении льготного проезда в общественном транспорте для школьников и пенсионеров на время действующего в Латвии чрезвычайного положения. Депутаты Даугуплского городского самоуправления определили категории горожан, которые получат приоритет в очереди по трудоустройству на временные оплачиваемые работы. Речь идет о так называемых «столотовиках». В эти пять категорий включены сироты до 24 лет, люди, которые являются единственными опекунами в неполных семьях, горожане предпенсионного возраста, то есть кому до пенсии осталось 5 лет, а также те, кто больше 3 лет без работы и одновременно вернулся с лечения или реабилитации от зависимости. Остальные горожане, как и раньше, будут дожидаться трудоустройства по вышеупомянутой программе в порядке очереди. На 2020 год самоуправление Даугуплса запросило у Государственного агентства занятости 190 рабочих мест в месяц, но было выделено только 132. Напомним, за полный рабочий месяц оплата труда составляет 200 евро на руки. С 5 по 15 мая в Даугуплсе пройдет традиционная акция городского самоуправления по сбору зеленой массы. Ее организатором является управление коммунального хозяйства. Металлические контейнеры объемом от 7 до 30 кубометров на территории города будут установлены в 8 микрорайонах. В Ругеле на перекрестке улиц Науэнос и Бэтспелс, в Мешцамсе на перекрестке улиц Альберта и Каю, в Пугулянке на пересечении улиц Ницгалас-Сауну, на Форштадте на пересечении улиц Ликсенс-Ликан. Контейнеры появятся также в микрорайоне «Новое строение» на перекрестках улиц Сигулду, Слоку и Тукума-Аглонас, а также на Гриве на перекрестках улиц Дзервью, Упас и Ошкал-Нагауяс. На Юдовке на перекрестке улиц Земнику-Аустрому и в Нидерконах на перекрестке улиц Транспорта-Кайнику. Обращаем ваше внимание, в контейнеры можно выбрасывать только зеленую массу. Категорически запрещено туда помещать бытовой мусор, а также строительные и опасные отходы. В случае, если рядом с контейнерами будут образовываться стихийные свалки или жители будут выбрасывать в установленные контейнеры непредусмотренный для них мусор, самоуправление рассмотрит возможность установить рядом с контейнером мобильные камеры видеонаблюдения.